Глава района обсудил с жильцами проведение ремонтных работ в подъездах домов поселка Огарево. Активисты обратились с просьбой разобраться с обеспечением бесперебойного электроснабжения. Недавно здесь произошла авария. Без света остался дом номер 6. В экстренном порядке питание подключили по временной схеме. Проведение работ по капитальному ремонту здания с полной заменой электрики и щитовых запланировано на 2019 год. Мы меняем пока ремонт всю электрику и щитовую. А до этого момента как мы будем жить и бороться с воздействием? Сейчас на аварийном кабеле. Как мы касательно говорим? Это вопрос внешнего электроснабжения. Мы разговариваем. Мы можем уплывать на фонд капремонта, но жизнь здесь не останавливается до 2019 года. Нужно найти решение добротное, качественное, чтобы никто не страдал. Глава района отметил существенные недочеты при ремонте подъездов. Не выполнена покраска поручней, отсутствуют плафоны на осветительных приборах. Подрядчик, который ремонтировал подъезды, допустил ряд серьезных ошибок и замечаний, которые были заактированы, и мы поставили срок исправления до 1 сентября. Есть сложности с теми работами, которые проводились ранее. Не доделаны были ограждения около окон, сами окна не заменены. Есть сложности с электрикой. Иванов подчеркнул, что все замечания жителей должны быть устранены подрядчикам в кратчайшие сроки. В противном случае завершение ремонта должна взять на себя управляющая компания. На объекте будет производиться регулярный контроль. Будет поручение управления ЖКХ здесь раз в 2-3 дня приезжать с контролем. Здесь на месте депутаты от 2-го округа Борехинский. Также очень часто приезжает сюда руководитель администрации Герман Валерьевич. Поэтому тесный диалог, контакт с жителями. Глава района заверил жителей, что их дома будут поставлены на капитальный ремонт в 2019 году в приоритетном порядке. В план работ будет включена замена окон в подъездах. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.